Частенько рядом с тем или иным царём, с тем или иным королём появлялись медиумы, алхимики, чародеи и прести-дежитаторы и имели успех во дворе. Веру во всевозможные телепатию, в экстрасенсорные поля, в ясновидение, в астрологию и так далее. То есть наше население сейчас на уровне Средневековья. Когда отдельно люди с бредом сверхценной идеей, не понимая, как строится наука, каждый свою систему знаний, мирозданий изобретает, то они друг другу противоречат, и это не так опасно. Но когда они организуются и находят поддержку у власти, это уже организованная социальная преступность, которая представляет собой очень серьёзную опасность для нашего общества, и особенно для России. Маленькие дети обычно верят в чудеса, а вот взрослые обычно нет. Они, может, и поверили, да мешает опыт прожитых лет. Хотя в последнее время вера в разного рода волшебство, похоже, снова входит в моду. Нам нет преград, и в море не отсутствует. Человек пытался объяснить какие-то явления природные, но не располагая ещё данными науки, он тогда начинал выдумывать какие-то связи. Я, кстати, будучи во Вьетнаме, прожил в племени, это в провинции Далат, стоящей на ступенях, на ступени где-то каменного века. Они верят своему колдуну, и боятся его, и то, что он может вызвать дождь, или вызвать болезни. Наука всегда служила людям по-разному. В одних пытливых умах рождались изобретения, такие, скажем, как колесо, рыболовная сеть, земледелие, которые облегчали жизнь всех трудящихся. А другие творили, выдумывали и пробовали исключительно для избранных. Древние храмы Халдеи и Вавилона были оснащены по тем временам сложнейшей иллюзионной аппаратурой, техникой, механизмами. На глазах у удивленных молящихся оживали изваяние, из пустых глазниц лились слезы, статуи двигались, невидимой рукой открывались двери храмов. На алтарях само по себе трепетало вдруг пламя неугасимого огня, а порой боги обращались к верующим, и этот глаз Божий приводил в смятение тысячи молящихся. Впрочем, как оказалось, можно улучшить свою жизнь и не обладая особенными способностями. Достаточно создать их видимость. Так появилась на свет бесчисленная армия шарлатанов и мистификаторов. Перед фараоном Хуфу Тутанхамона выступал волшебник. Отрезал напрочь голову петуху, показал ее, потом поднял этот лоток, петух взмахнул крыльями, как гордый орел, прокукарекал и удалился. Я, например, присутствовал еще при Ельцине на одном семинаре руководителя государственных научных центров, Михаил Малей, который говорил, что Россия, в отличие от Запада, раскрепощена, она на пороге великого прорыва, и уже сейчас ученые умеют выводить внутри медного шара цыпленка с четырьмя ногами и четырьмя волосами. Оказывается, это секретная программа, которая должна была получить поддержку на высшем президентском уровне от Ельцина. А Ельцин, как известно, не садился в самолет, пока Григорий Гробовой, как называющий себя экстрасенсом, мысленно не проверит узлы президентского самолета. Речь идет об интеллектуальном уровне российской власти. Лженаука нередко приносила реальную научную пользу. Так из алхимии, поисков философского камня, а проще золота, родилась химия, астрология дала толчок астрономии, теория теплорода, термодинамики, ну и так далее. Нормальный процесс познания мира. Одни теории оказываются несостоятельными и уступают место другим. Однако лженаука оказалась поразительно живучей. Скажем, еще в IV веке блаженный Августин вполне научно осмеял астрологию, а она благополучно существует и сегодня. Как, впрочем, и алхимия. Недавно в Академию наук и с солидной организацией пришел на заключение очередной проект превращения неблагородных металлов, конечно же, в так необходимое стране золото. Золото! Я так и думал! Не говоря уже о появившихся невесть откуда медиумах и целителях всех сортов. По нашим данным, каждый второй диагноз, они говорят, порча или сглаз. Если человек поверил, значит, требуется ему снять порчу. Противоядие. Да. Вот тут начинаются различные, как говорится, иллюзии этого, фокусы. Понятно, что шарлатаны существовали всегда. Математика Андрей Пуанкаре объяснил это так. Люди знают, какой жестокой может быть правда, так может, вымысел окажется более обнадеживающим. Но это было сказано во Франции более ста лет назад. А что же случилось сегодня с нашей некогда самочитающей страной? Когда происходит, скажем, слом мировоззренческой установки, то активизируется в любом обществе, во всей исторической эпохе, при таком переходе на новую мировоззренческую установку, примитивность, точность своей примитивности структуры первобытного сознания. То есть лженаука как раз тяготеет вот к таким первобытным формам сознания, амулеты, заговоры. Я что сделал? Взял простую банку, из гипса на ней вылепил нечто подобное голове, так, и рассказал такую легенду, что я был на Тибете, и там есть профессор зомби. И вот он обладает такой сильным воздействием биополя, ну, что с ним опасно находиться. Я анкетировал 100 человек, так, из них 5 заснуло гипнотическим сном, видели какие-то картинки Тибета и так далее, так. А остальные какие-то переживали тяжесть в голове, световые вспышки и так далее, вот что. А были люди, которые ничего не испытали? Были, критически настроенные были. Сколько их процентов? Их было процентов около 50. Ну, будем говорить, половина наших, во всяком случае, граждан в той или иной степени внушаемых. Да, в той или другой степени внушаемых. Но если подвергнуть техническим средствам, вот, допустим, я вызываю в стадии гипноза, использую технические средства. В частности, они в сектах тоже используются. Вот сейчас я могу внушать, допустим, что вот мы живем в условиях экономического чуда и так далее. А я вам буду верить. А вы не верите. А если я вас введу в состояние гипноза, это физиологический процесс, четко регистрируемый, так? Когда у вас отключается сознание, то в подсознание я вам введу любую информацию. На общество можно влиять, манипулировать его поведением. Ну, например, Вольфа Мессингом там, и у Гитлера был британский экстрасенс, который влиял на Гитлера. Впрочем, вводить нам сознание, похоже, уже ничего и не надо. Оно и так забито инопланетянами, летающими тарелками или, скажем, торсионными полями, которые должны обеспечить сверхнадежную связь с зарубежными агентами, привести войска противника в состояние идиотизма, а заодно очистить от мусора все без исключения водоемы. Торсионные поля были теоретически предсказаны в 1922 году Эликартаном. Вот эпопея с торсионными полями на самом деле это чистая лженаука, потому что термин незаконно используется и торсионными полями называли то, что никакого отношения к торсионным полям не имеет. Клад спина, квантового момента этих элементарных частиц учитывается торсионными полями, которые неизмеримо меньше и слабее гравитационных полей. Профессионал это знает. А почему это подпитывалось деньгами, это уже вопрос другой. В общем, как сказал другой француз, философ Анри Гальбах, невежество правителей не позволяет им обходиться без помощи предрассудков, поддерживаемых силой. Ну, достаточно одного яркого примера. Например, Трофим Денисович Лысенко с ветвистой пшеницей. Еще до революции крестьяне знали, что это мутанты, которые надо выбрасывать, никакого следствия они не дают. Его поддержал Иосиф Викторович Сталин, потому что в политике люди другими аргументами пользуются. И он умел убедить. А если бы Иосиф Викторович пришел, человек бы сказал, Иосиф Викторович, мы можем создать генетическое оружие, которое будет уничтожать антикоммунистов, и быть вредным для коммунистов, он бы не уничтожал генетику. В науке есть твердо установленные закономерности. Ну, например, вечные двигатели левитации невозможны, а закон сохранения энергии не может отменить даже самый большой начальник. Но, похоже, на бескрайних просторах нашей Родины действуют совсем другие законы, и на пороге нового тысячелетия даже пришлось создать специальную комиссию для защиты науки. Комиссия существует с 1998 года, создана по инициативе Виталия Лазаревича Гинсбурга, но тогда, когда мракобесие стало набирать силу. Люди лечатся амулетами, патентуются машины с коэффициентом полезного действия больше 100%, то есть вечные двигатели. Говорят о каких-то мнимых чудесах. Сейчас она занимается проектом Грызлова-Петрика с ценой вопроса полтриллиона долларов или 15 триллионов рублей. Сам проект «Чистая вода» – это очистка радиоактивных отходов углеродными фильтрами. Там сделаны бездоказательные утверждения о свойствах фильтров, которые дают питьевую воду. Хотя эксперименты показали, что нет той степени очистки. В общем, даже если считать лженаукой добросовестные заблуждения, куда приличнее все-таки заблуждаться за свой собственный счет. Есть сознательная фальсификация, в таких случаях тоже известны, там плагиаты, подделка результатов эксперимента, публикации. Но просто нечестные есть люди. Есть люди заблуждающие, есть люди больные. Одно дело, когда человек, ну не буду назвать фамилию, требовал миллиард 600 миллионов долларов на промышленную добычу энергии вакуума, хотя азов физики он не знает, а путает гамильтонян с лаграджаном и так далее. А это, ну для физиков, это просто невозможно. И другое дело, когда какой-нибудь больной старичок в деревне продал дом, чтобы написать брошюру, которая считает, должна спасти человечество. Ресурс каждой идеологии, каждой религии, каждой идеологии мы конечен, каждого понятия конечен. И у России кончился ресурс прежний. Слова говорятся, а ничего не делается. Почему? Потому что есть серьезный социальный слой, которого такое положение дел, Россия с плохой наукой устраивает. И вот этот инерционный сценарий эволюции России приведет к тому, что без всяких внешних врагов, без Китая, потенциального противника, без Соединенных Штатов и Европы, без всякого военного вмешательства, Россия сама разваливается. Она не может сейчас быстро развиться, но она может быть самодостаточной, нормальной страной, которая наберет потенциал и потом и сохранится, и возродится. И мы работаем на то, чтобы интеллектуальный потенциал России поддержать и сохранить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова